Юрий, вы делите развлечения на правильные и неправильные, как Герман Лович тоже, по какому-то критерию? Я на мертвые и живые делю. А вот живые уже можно делить на правильные и неправильные, на богоугодные и нет. А, вот так вот. Да. Ну можно, допустим, педофилией заниматься, а можно, допустим, лицевой слот обсуждать. То есть и то, и то живые развлечения. Но одно сатанинское, а другое богуугодное. А вот педофилией по компьютеру заниматься – это мертвичина. Вообще вот те развлечения, о которых идёт речь, это удел прежде всего бездельник. Городских бездельников. Потому что город – это средоточение людей, которые имитируют деятельность. Им скучно. И для того, чтобы как-то убить свое время, им приходится придумать всякие извращения. Извращения и развлечения – это синонимы. Вы так считаете? Да, конечно. Я же говорю, как я считаю, а не как вы считаете. А лицевой свод – это не извращение? Нет, это не извращение. С моей точки зрения, это больше извращение, чем… Да, вы его видели когда-нибудь? Я вот компьютерные игры видел. А вы лицевой свод когда-нибудь видели? Отвечаете на вопрос, вы видели его или нет? Нет. А вы не видели, а говорите, что это извращение. Ну, а я тебе говорю, что ты пес смердящий, если ты говоришь, что лицевой свод – это извращение. Понял? Смердящий псина, которую харю надо бить вообще по-хорошему. Понял? Это извращение. Наш следующий гость – нейрофизиолог Сергей Савельев. Один из крупнейших специалистов в России в области строения и эволюции мозга. Сергей Вячеславович, зачем мозгу нужны постоянные развлечения? Представим себе некий гипотетический образ удачливого менеджера средней руки из какого-нибудь «Газпрома», который получает приличную зарплату и, тем не менее, дуется в какую-нибудь игру у себя на работе. В чем дело? Чего это привлекает? Чем он не удовлетворен? Потому что система открыта, он должен до бесконечности повышать свое благосостояние, неважно, что у него там уже 10 миллиардов где-то запрятано, неважно, что у него уже 20 потомков от 15 женщин, неважно, что его любят и ценят все вокруг, особенно за его деньги, он все равно хочет больше. Любая победа для мозга все равно, имитирующая или реальная, приводит к выбрасыванию эндорфинов, серотонин, он получает райское наслаждение. То есть то, чего он не может в жизни получить годами, в игре имитирующий жизнь, он получает мгновенно. Правильно ли тогда относить игры, как это часто делают, к таким виртуальным наркотикам, сравнивая их с алкоголем, с курением? Абсолютно верно. Действительно, игры, поскольку они собой подменяют на биохимическом уровне, на самом древнем, подменяют реальные ощущения, конечно, это выход, это отдушина. И то же самое, что религия, только в более изощренной форме, не извращенной, а изощренной, потому что в религии, в литературе человек должен себя сам убеждать и имитировать состояние. А компьютерные игры, особенно с хорошими компьютерами, с хорошим зрелищем, с хорошим звуком со всем остальным, они достигают этого попроще. Юрий, вот как вы считаете, можно согласиться с такой характеристикой общества и института развлечений, как замены церкви и религии в опиум для народа? Ну, у нас теперь в опиуме телевизор, как известно. Самый большой риск, что мы получим в обществе распад общества из-за того, что люди не будут социализироваться так, как происходило это раньше. Игры, с моей точки зрения, это добро, это прекрасно, это хорошо. Все, что позволяет держать обывателя в состоянии управляемым, в любой стране мира будет поддерживаться. Ирина, скажите, а вы могли бы представить свою жизнь без развлечений, без тусовок и так же, как у вас Ташевский, заняться чем-то более спокойным? Посещение каких-то мероприятий светских – это часть нашей профессии. Без этого никуда. Доминантность достигается, извините, что я вас перебила, доминантность достигается разными способами. Можно в рубище залезть на столб и там сидеть 10 лет. Это тоже. И можно ездить в Роллс-Ройфе. И можно ездить на конях. Если он окажется, что у него конь еще и шестиногий к тому же, будет вообще отлично. Ну, я вообще против шоу-бизнеса. Я за творчество, за любые творческие профессии, за любимые, в принципе, занятия. И шоу-бизнес не наркотик. Наркотик – любимая работа в любой сфере деятельности, не только в шоу-бизнесе. К сожалению, весь шоу-бизнес, извините, построен на том, чтобы обманывать неустойчиво гормональный психический подростков. Ирина, вы согласны, что шоу-бизнес эксплуатирует эту возрастную группу, их психологическую потребность, открывшуюся? Наверное, да, определенные ниши играют по этим правилам. Ничего каждый человек выбирает сам. Ничего подобного. Он просто залезает в карман родителям и идет на концерт. И смотрит все-таки в средства массовой информации, да, что навязывает нам экран. Они то, что видят, то и едят, скажем так. То у них же выбора-то нет у детей. Видят постоянно группу ранетки, а они вот и идут на ранеток. Когда мы говорим о шоу-бизнесе, мы обращаемся опять к самым низменным человеческим страстям. Шоу-бизнес смотрит на красивую девушку, которая сияет, как пасхальный пряник, которая имеет прекрасные внешние формы, там, роскошная грудь, длинные ноги. Никто ж не думает, что это там сделано специфическим образом. Неважно. И все очень просто. У нее ничего нет. Она же ведь не столевар, ей же не нужна доменная печь. Она просто вышла, машет ручками, прыгает ножками и поет. Давайте ко мне это не поменять. Да, нет, не про вас. Потому что я профессиональный человек, и я с детства училась. Я говорю то, что видят дети. Они же видят картинку, учиться не надо. Ну, ноты выучить надо. Ну, там, это так предполагается где-то на заднем плане. Но вообще там можно нанять людей. И какой прекрасный результат, доминантность, которая достигается сразу, мгновенно. В 16 лет открыл рот и запел. Естественно, их тянет туда тысячами. Потому что они видят решение всех своих проблем. И финансового, и доминантного. Ирина, вы можете для всех, кто нас смотрит, прямо сказать, что это не так? Это не так, это большой труд. Представьте себе, что в будущем каждый человек сможет действительно петь не хуже, чем Ирина. Благодаря тому, что у него вот здесь вот там чип стоит, который управляет его колоссовыми свянскими. Краоки, в любом ресторане, в любом ресторане. Ганил, уже сейчас существуют такие технологии, когда вот приходят, правильно господин сказал, что по ноткам, по буквам начитали и тебе собрали. Это, конечно, патологические состояния. То же самое, как бегать, например, по столице нашей Родины со спущенными штанами непрерывно. Это из этой же серии. То есть, когда непрерывно, значит, человек ищет себе сексуальных развлечений, до полного истощения. И это особенность мозга, которая так закольцовывается, как в случае с шизофрениками, на определенную систему ценностей. Вот у вас, например, вообще не бывает таких проблем, что эффект наркотической зависимости, эффект наркотического кайфа, то, что мы говорили, от развлечений. Вот, и это проблема вообще не. Я получаю удовольствие от работы. Развлечение для меня, не знаю, мне приятно и с полезным. Моё любимое дело приносит мне удовольствие. Человек настолько пластичное существо, что зачастую даже такую очень примитивную деятельность он может считать творческой. У меня есть знакомый, который уже несколько лет подряд работает дворником и получает от этого массу удовольствия. Вот перед нами 10 тысяч лет комфортной жизни. У нас нет проблемы, что нам нужно заработать на кусок хлеба, иначе мы умрём с голоду. Вы как со своей мотивацией стали бы управлять и планировать, что вам делать, сколько развлекаться, сколько не развлекаться? Не знаю. Вот реально, не знаю. Вот, если честно, я считаю, что если меня поместить вот в те же условия, но вот, скажем так, у меня не было в конце вот той самой медальки стимула в виде зарплаты, необходимости там покупать еду и так далее, мне кажется, что я бы занимался тем же самым. Кажется. Вот, потому что мне вот моё существование очень нравится. А, Сергей, как вы считаете? Человек должен менять свою доминантность. Естественно, он начнёт делать то, что делали все, кто верил в вечную жизнь. Он начнёт завоёвывать всё, что вокруг него есть, всё, что он видит.